Героем нашей сегодняшней программы станет врач, который проводит сложнейшие операции на сердце, спасает жизни кардиологических больных. Подобные хирургические операции считаются одним из самых ювелирных. Помимо максимальной концентрации внимания, для доктора еще нужна огромная физическая выносливость. Ведь одна операция на сердце может длиться по 15-16 часов. Я Инуртажина, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. В нашей программе мы говорим только о научных фактах и опираемся на доказательную медицину. Мурзагалеев Мурадым Уралбаевич, врач-кардиохирург, заведующий отделением кардиохирургии Центра сердца, кандидат медицинских наук, PHD. Проходил ординатуру по специальности сердечно-сосудистой хирургии в научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве. Получал дополнительное образование в Южной Корее, Германии, Англии. Мурадым Уралбаевич, спасибо большое, что уделяете свое ценное время. Вот мне интересно, сколько часов в год вы проводите в операционной? Насколько я знаю, кардиологические, кардиохирургические операции, они очень сложные и длительные. И как вы справляетесь с этой нагрузкой? На самом деле интересный вопрос, конечно. Никогда не задумывался. Никогда не читали? Да, никогда не читал. Давайте вместе почитаем. Да, можно почитать. Ну, если сказать, что операция в среднем на открытом сердце, одна операция занимает 3-4 часа, вот, а мы в день такие выполняем 2-3 операции. Но есть еще операции такие повыше, по тяжелого риска, такие как трансплантация сердца, трансплантация легких, они, соответственно, да, они, конечно, выполняются, что порой бывает 10-15 часов в зависимости от тяжести пациента, ситуация. И честно, если посчитать, можно сейчас мы с вами посчитать. Давайте посчитаем. Где-то у нас 230 дней, если умножить, это на 7-8 часов, где-то, наверное, 1400 часов в год, может, 1400-1500 часов в год мы в операционной. Вот. И для меня это первый раз я почитала, это интересно, конечно. Разве доктор не герой? Более 1000 часов проводит свое собственное время в операционном блоке и проводит операции. То есть, если, как говорит доктор, 230 операций в год, он помогает, Мурату Мурабаевич, помогает 230 людям, то есть спасает их сердца. Можно пожать руку? Спасибо большое. У меня еще такой вопрос. На сегодняшний день, большому сожалению, болезнями сердца страдают чаще всего молодые люди. С чем это связано? Я думаю, следует такая удручающая статистика, то, что, к сожалению, мы сталкивались с тем, что больше становится пожилых, действительно, приходит к нам, и пациенты молодеют. Очень много факторов, среди которых следует отметить, это, скорее всего, малоподвижный образ жизни, все-таки, малоподвижный образ жизни. Это питание. Она, к сожалению, в эру энергетиков очень много пациентов приходит с артериальной гипертензией, нарушением ритма. Я думаю, есть это прямое влияние, есть труды уже, статьи научные, которые доказывают это. И стресс, наверное, вот эта быстро меняющаяся тенденция, ритм жизни в связи, она тоже может влиять это. И инфаркт молодеет. Знаете, я с вами согласна, потому что, вот часто наблюдая за молодыми, как они покупают энергетики, очень много их пьют. Когда задаешься вопросом, спрашиваешь у них, почему так много, они говорят, мы очень много работаем, у нас много ночной работы. То есть, практически отсутствует режим сна и отдыха. А это отрицательно влияет на работу сердца, соответственно, все вот эти инфаркты, инсульты могут быть причиной, да? Да, и жизнеугрожающие нарушения ритма. И таких ситуаций у нас с каждым годом все больше и больше становится, к сожалению. Недавно в вашем интервью я прочитала о том, что применение, внедрение малоинвазивных технологий является отечественным таким прорывом в кардиохирургии. Можете рассказать об этих малоинвазивных технологий? Это сейчас такая мировая тенденция. И в мире с учетом развития самой кардиохирургии, уменьшения разрез и потребности пациента, когда они сами хотят, сами пациента. И это доказывает тем, что, соответственно, по сравнению с болями разрезами, то, что классическими ранее применялись, они, соответственно, уменьшают время проведения после операции, соответственно, меньше болевой эффект будет, и пациенты быстрее начинают реабилитироваться. И, в целом, наш центр, он старается всем этим мировым тенденциям. Мы тоже сейчас выполняем инвазивные технологии, в том числе нахлопных сердцах, при рожденных порогах сердца, при ишемических болезнях сердца. Вот. И учитывая то, что сейчас есть возможность нам проездить в разные страны мира, мы можем с нашими коллегами, с иностранными коллегами, можем где-то на конференциях обмениваться опытом. И, я думаю, у нас это, в принципе, стало более доступнее. А если говорить на простом языке, что такое малоинвазивная технология для наших телезрителей? Это методика или подходы к операциям, когда, во-первых, меньше разрез, то есть, если раньше разрез были 10-15 см, то сейчас мы можем выполнять 2-3 см, а порой такие процедуры, как только через прокол в ноге мы можем имплантировать клапаны целые. Такая тоже методика есть. Вот. И делать, например, при рожденных порогах сердца, если раньше только был открытый, сейчас мы можем тоже через маленький доступ использовать всего 1-2 см. И буквально госпитализация занимает 2-3 дня. Это очень важно и полезно для пациентов, в первую очередь. Конечно. И это срок реабилитации. Срок реабилитации. И если бывают молодые люди, особенно для них это очень важно, это меньше разрез и косметический эффект очень значимый. Вот. Успешно справляетесь? Да. Получается, да? Да. Спасибо. У нас это с успехом пользуется. Мы используем это и с каждым годом это больше и больше. Мы стараемся диапазон расширить это. В вашем центре проводятся высокотехнологичные операции на открытом сердце. Вот. Хотелось бы узнать, какие виды операции вы проводите? Ну, в первую очередь я провожу операцию на открытом сердце. Полностью все операции на открытом сердце. Это операция на аорте, преврожденный порог сердца в взрослых, это наклапанный порог для пациентов разной степени. В том числе, ну, фокус такой мой интерес, это мини-инвизивное вмешательство. Я стараюсь больше, вот, в том числе, вот, коррекция всех этих порог, которые впечатляют через маленький доступ, через прокол в грудной клетке. Вот. И мы очень много работаем, мы работаем с нашими коллегами, коллаборацией, вот, интернационным кардиологи. Мы, то есть, участвуем в таких операциях, как, вот, трансартериальная имплантация капла через маленький протез. Также, вот, такие бывают случаи, когда пациенты уже ранее оперировались на открытом сердце, и сейчас уже им противопоказана повторная операция. Тогда мы стараемся вот каким-то маленьким доступом к сердцу, доступ, используя катетеры разные, выполнять эти методики. А как вы работаете с пациентами? Допустим, у пациента ишемия, ему тяжело дышать, но он морально не готов к этой тяжелой операции. Все-таки операция на сердце уже как-то страшна. Что вы им говорите, как вы их наводите на операцию и убеждаете в том, что после операции у них заметно улучшится качество жизни? Ну, я хочу сказать одно, что, на самом деле, во многом благодаря тому, что мы работаем в нашем центре, и у центра очень большая такая поддержка, ну, можно сказать, на слуху, у народа. И многие пациенты, приходя к нам… Приходят с верой. Да, приходят с верой уже. Где-то в центрах они, может быть, разочаровались, может быть, они не настроены, и в виде обстановки в нашем центре кто-то уже ранее пролечённый, поэтому, можно сказать, на 50% нашу работу делают другие люди, которые уже ранее оперировались наши, лечились у нас. И многие уже психологически подготовлены, с верой к нам подходят. Посредством сарафанного радио рассказывают. Да, посредством сарафанного радио. От нас следует только, это благодержательная такая обстановка, всё-таки правильно подобрать правильные слова к любому пациенту. Конечно. Сделать доверие всё-таки, и большое количество работы, конечно, с родственниками. Ну, найти, наверное, ну, каждый врач, он свой психолог, может найти, как бы, подход к каждому пациенту и родственнику. Дать доверие, можно сказать, то, что должно быть получиться. И даже если не получится, всегда рассказать правильно, рассказать, что может случиться. Я думаю, во многом этому, как бы, пациенты доверяют нам. Центр сердца, где мы сейчас находимся, впервые открыл свои двери в октябре 2011 года. За 13 лет работы стал ведущей кардиохирургической клиникой в Центральной Азии. Тут работают профессионалы своего дела, которые позволили Центру войти в список 22 лучших клиник мира, где проводят самые сложные операции на сердце. Анатолий Иванович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Хорошо. Пойдемте. Спасибо. Как себя чувствуете сегодня? Сегодня хорошо. Гуляли, ходили сегодня? Да. Аппетит как у вас? Аппетит тоже хороший. Что-то беспокоит? Боли может быть? Уже все уже. Все нормально? Да, на пять дней уже прошло. Все хорошо. Мы сегодня убрали у вас дренажи, трубки, которые мы ставим специально после операции. Мы сделали УЗИ сердца вам сегодня, у вас все нормально. Я боялся этого, но ничего страшного. Это сердце. Я же говорил, мы вас обезболили, поэтому вы это не почувствовали. Спасибо вам большое. Не только с санитаром, медсестрам, медбратам. Они так обхаживают тебя. Не дают пешком ходить. За руку держат. Правильно, потому что у вас ситуация была непростая. У вас было критическое поражение, поэтому вам нужен такой уход. И вы должны двигаться только с помощью медперсонала. Да, да. Поэтому вот у вас браслетик специально такой красный. Он указывает на то, что вы должны только постоянно в сопровождении медицинского работника выйти. По анализам у вас все хорошо. Кардиограмма тоже, УЗИ сердца все хорошо показывает. Поэтому мы в течение двух дней будем планировать вас уже на выпуск. Если вы дадите согласие. Спасибо вам большое. Да, Анатолий Иванович, он поступил с критическим поражением сосудов. У него многососуистые поражения. И помимо того, что у него есть поражение сердца, у него есть поражение и других сосудов. Это сосуды шеи, головы, ног. В таких случаях операция выполняется на открытом сердце. Есть два пути. Это с искусственным кровообращением, когда сердце останавливается, и наработающее сердце. Но ввиду того, что у него есть сопутствующие заболевания, операция с искусственным кровообращением, есть риски осложнений после операционного периода. Поэтому есть вторая методика – это наработающее сердце. Это не останавливая сердце, не применяя аппарат искусственного кровообращения, выполняем шунтирование. Шунтирование – это когда берем сосуды из загрудной клетки, с ног и в обход пораженных участков накладываем сосуды. Мурадом Уралбаевич, вы сказали о том, что у пациента поражены сосуды сердца, шеи и других органов. В чем поражение? То есть там бляшки образовались? Там образовались бляшки. Эти бляшки образовались… Они препятствуют проходу кислорода, верно? Вот. Одно из таких грозных – это когда бляшки образуются еще в сосудах шеи, которые несут кровь в головной мозг. Есть такое критическое поражение. В таких случаях можем и стентировать. Это такая тоже методика. Но бывает то, что сосуды находятся еще в труднодоступных участках, или когда невозможно стентировать их. В таких случаях можно наблюдать. – Антон Иванович, сколько вам лет? – 75 будет в этом году. – Хорошо выглядите. А что вы чувствовали до операции? Какие у вас были жалобы до, а сейчас как вы себя чувствуете? – Была операция ясная. Ходить иногда невозможно. Одышка. – Одышка, да? – Угу. – Я сколько больниц перепробовал, перележал. Все советуют это – от этой операции делать. – Угу. – Без этого они ничего не сделали. – Долго решались на эту операцию? – Четыре-пять лет. – Настраивались, да? – Боялись? – Да. – Вы благодарны доктору? – О, еще как. Эту операционную местные медики называют одним из главных последних достижений клиники. Это гибридная операционная. Тут могут выполнять хирургические вмешательства как на открытом сердце, так и мини-инвазивные технологии, различные виды диагностики – коронографию, шунтографию. Здесь проводятся одномоментные операции на открытом сердце и стентирование. Эта специально оборудованная операционная позволяет работать хирургом-кардиологом совместно с интервенционными кардиологами. Интервенционная кардиология – это раздел кардиологии, который занимается именно катетерным лечением заболеваний сердца. Поскольку здесь не проводится никаких операций, то ведущие врачи – не сердечно-сосудистые хирурги, а кардиологи. Сейчас мы находимся в пультовой операционной. Здесь вы можете увидеть ряд мониторов, где видны процедуры, которые выполняют хирурги. На данный момент? Да, на данный момент. Здесь же это позволяет нам совместно с коллегами, например, обсуждать какие-нибудь сложные кейсы, где-то мы можем подсказать, друг к другу обмениваться опытом. И тем самым, не заходя в саму операционную, в этой стороне, можно сказать, на этой стороне мы можем обсудить… здесь же можно поднять… есть архив данных всех пациентов, которые выполняются процедуры. Мы можем… ранее выполняем процедуру, если этому пациенту выполнялись… То есть параллельно вы можете выразить второе мнение, да? Да. То есть, да. Здесь же хранится наш архив всего центра по кардиограмму, УЗИ сердца. Мы можем сразу же это параллельно открыть… Историю поднять. Историю поднять. И все это мы можем вместе как бы сопоставить. И тем самым мы можем… это быстрота, удобство и тем самым быстрота решения всех выполняемых процедур, заложенных в эту операционную. Это самые последние наши операционные, так называемые гибридные операционные. Вот. И эти возможности есть вот в нашем центре. Угу. Сейчас на данный момент выполняется стентирование коронарной атерии. Случай тоже непростой пациент. Ранее уже выполнялась открытая операция на сердце выполнялась. Вот. Но в связи с тем, что прошло длительное время и сейчас риск повторный… очень высокий риск повторных операций, ему выполняется стентирование. То есть, если бывает такое, что по истечении 10-15 лет, может длительное время, когда другие сосуды уже забиваются, их нужно оперировать, можно выполнить стентирование. Вот. Стентирование – это когда вводится лекарство, дилататор на поражённые участки сердца, верно? Или в народе говорят его пружинка. То есть, это так называемый стенд в виде пружинка, который раскрывает эту бляшку и тем самым… И даёт проходимость сосуду. Да, проходимость сосуду. Операция по стентированию сосудов сердца нужна для того, чтобы восстановить их проходимость при закупорке холестериновой бляшкой. Стенд не даёт смыкаться стенкам и обеспечивает нормальный ток крови. Безусловным и обязательным исследованием перед стентированием является коронография – метод исследования сосудов сердца. Для этого используют специальный аппарат – ангиограф, который позволяет увидеть все патологические изменения – сужения, тромбы, стенозы корональных сосудов. Казахстанские медики давно и успешно помогают пациентам с такой болезнью. В этом году в нашей стране врачи смогли спасти мужчину с почти стопроцентным сужением сосудов сердца. Скажите, пожалуйста, а сколько лет живут после такой операции пациенты в данный момент стентирования? Ну, на самом деле всё зависит от пациента. Есть определённые назначения врача, который должен следовать пациенту, в том числе это приём препаратов, которые будут препятствовать повторному тромбозу. Если же пациент в дальнейшем будет соблюдать образ жизни будет, походы к врачу и приём препаратов, то пациенты для животных длительное время, и тем самым наши опыты подсказывают, что всё зависит от пациента и преемственности к терапии. Если же они всё следят за собой, контролируют и вовремя делают, так называемый, чекап, то, я думаю, в неограниченном времени. Вот Вы говорили пружинка лекарственная, да, вот эта пружинка, сколько лет служат на поражённом участке? Как часто их приходится менять? Менять их не нужно, это на всю жизнь, и в целом она длительное время может быть, 10-15-20 лет. Как я ранее сказал, всё зависит от пациента. Могут ли казахстанцы данную операцию получить в рамках ОСМС? Все наши операции для казахстанцев, граждан Казахстана, выполняются в рамках, всё бесплатно, в рамках ОСМС, в том числе такие высокотехнологические операции, как пересадки сердца, лёгкие, искусственные левые желудочки, все они выпираются бесплатно. То есть сначала они наблюдаются у кардиолога по месту жительства, далее, если есть показания, собирает документы и на основании ОСМС, если он является платильщиком ОСМС, может поступить, получить эту операцию, это лечение. На самом деле, именно то, что перечень документов в наш центр, он абсолютно минимальный, там из 3-4 документов, которые следуют, и он очень доступен. А в Казахстане подобных центров сколько? Вот у нас сколько регионов? Я могу сказать, что это единственный центр не только в Казахстане, но и в Центральной Азии, и мы можем соревноваться и с Россией, и с СНГ, многие в том числе по объему операций и выполняемых процедур, поэтому я могу сказать, что это единственный в Казахстане в Центральной Азии. А в других городах нет кардиохирургических центров? Центр, который с уровень, уровень объема операций, в том числе и на открытом сердце, и выполняемых процедур, высокотехнологических процедур, он единственный в Казахстане. То есть к вам поступают самые тяжелые пациенты, можно сказать? Самые тяжелые случаи, и все те тяжелые запущенные случаи со всего Казахстана именно переведутся в нашем центре. А в каком случае уже вот то, что вы говорили, шунтирование, стентирование не помогает и приходится поменять уже сердце на искусственное? Когда вот мы уже говорим, что это терминальный случай, нужно будет уже менять сердце? К сожалению, бывают такие ситуации, когда пациент приходит, не обращался длительное время, неоднократно инфаркты получал, и приводит к тому, что уже наша операция, стентирование, шунтирование уже не поможет ему, то есть сердце, она истощилась и практически не сокращается. Вот, и ни одна из методик не помогает. В таких случаях надо пациенту показания ставить на пересадке сердца. Пересадка сердца – это ищите донора, да, стоит в очереди? Но, к сожалению, на данный момент… Как быстро можно найти донора? Да, к сожалению, донорша – это одна из проблем в Казахстане, поэтому в мире еще изначально была такая методика, уже давно предложена, это искусственный левый желудочек, так называемый, который позволяет пациенту, который находится в терминальной стадии, то, что мы говорим, сердечная недостаточность, то есть когда сердце уже практически не сокращается, поставить, имплантировать это искусственное сердце, искусственный левый желудочек, и он может длительное время наблюдаться и ходить, и дождаться донора, то есть пациент может годами ходить, при этом его состояние не страдает, а компенсируется, помогает этим левым желудочкам, и может дожить, дождаться этого донора сердца, вот, и потом мы можем пересадить это сердце, когда будет подходящий донор. Вот, кстати, эта методика, она позволяет… То есть шансы есть, да? Да, шансы есть, и ежегодно мы выполняем более 50 таких операций. Ежегодно в Казахстане только от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 40 тысяч человек. Это очень большая цифра. К сожалению, сейчас именно болезнь системы кровообращения занимает лидирующую позицию не только у нас в стране, эта тенденция характерна для всего мира. К счастью, в Казахстане есть такие опытные кардиохирурги, как герой нашей сегодняшней программы. Поэтому заболевания сердца можно вовремя выявить, а также вылечить. Врачи со своей стороны делают все возможное. Чтобы помочь пациенту, осталось только выполнять простые правила самим казахстанцам – проходить вовремя осмотры и следить за своим здоровьем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова